Всем привет дорогие друзья! На обзоре техника Pantum. По индикации аппарат ругается, замените тонер. Распечатаем информацию о конфигурации, посмотрим что там по расходке. Первая страничка демо, а вторая страничка то, что нас интересует. По остаткам картридж осталось буквально 16%. Аппарат об этом предупреждает и скоро заблокируется. Есть два варианта решения вопросов. Первый вариант заменить чип на картридж. В картридж можно заправить самостоятельно. Видео на канале, я делал ссылочку, оставлю. Второй вариант прошить сам принтер. Да-да, не удивляйтесь, сломали и Pantum, теперь можно прошивать Pantum. Начнем с обычных принтеров, скоро выйдет видео и про МФУ. В общем, вся интересная работа впереди. Список доступных к прошивке принтеров на ваших экранах. Приступаем к прошивке. Никаких Wi-Fi, аппарат должен обязательно быть подключен по USB. Разработана специальная программа, ссылку на нее я оставлю в описании под этим видео. Скачали софт. Запускаем его. Из списка выбираем нужную модель аппарата. Можно обновить список, нажать Refresh Device List. Далее жмем Get Printer ID. Таким образом, получаем именно из вашего принтера необходимую информацию, и прошивка будет делаться конкретно под ваш аппарат. Синий прогресс бар прошел до конца, получили ID принтера. Необходимо скопировать эту информацию. Чуть правее кликаем Copy ID. ID скопирован в буфер. Можно создать либо блокнот текстовый документ, либо обычный Word-овский, и вставить информацию туда. Документ необходимо сохранить и прислать мне на почту. Кому нужна прошивка, помогу с прошивкой Phantom'а за разумную цену. Показываю мыло, присылайте ID. И так, после всех формальностей, получаем прошивку именно под ваш аппарат. Запускаем программу. И здесь уже справа Upgrade в фирмбаре. Обновляем прошивку. Пошел процесс. На принтере в это время начинает быстро моргать индикатор. Необходимо нажать Cancel отмена. Индикатор начинает моргать медленней. Пошел процесс загрузки. Он занимает примерно 2-3 минуты. Обязательно необходимо дождаться окончания процесса. Окно прошивки можно уже закрывать. Примерно после 3 минут индикация сменится на зеленый, и аппарат автоматически уйдет на перезагрузку. Индикатор уже не желтый, зеленый. Аппарат вышел в готовности. Распечатаем тот же отчет конфигурации. Посмотрим, что там изменилось. Что же по остаткам? Пожалуйста, тонер 100%. Докажу, что прошивка действительно работает. Просто заклею чип скотчем. Ну, то есть считай картридж без чипа. Даже без чипа аппарат выходит в готовность. Такие дела. Благодарю за внимание. Кому нужна прошивка, обращайтесь, пишите на почтовый ящик. А вся работа по пантомам только началась. Все самое интересное впереди. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok